Глава региона провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в Ненецком автономном округе. Галина Гуляева рассказала губернатору о том, как отдыхают дети в оздоровительных учреждениях за пределами округа и о проведенных детским омбудсменом проверках этих учреждений на предмет создания условий для отдыха детей и качества предоставляемых услуг. И если санаторий «Дилуч» в Краснодарской Анапе, где отдыхают за счет окружных средств дети со своими родителями по путевкам мать и дитя и оздоровительный комплекс «Дружба» в Сочи, где этим летом успели отдохнуть более 200 ребят из Ненецкого округа, отвечают всем ранее заявленным требованиям, то в детском оздоровительном лагере в Ярославской области, где отдыхают 20 детей-сирот из нашего округа, выявлены серьезные нарушения, в частности, по обеспечению безопасности детей. Это безобразие. А вообще-то, честно говоря, люди, которые за это отвечают, мы обязательно узнаем, кто это. Надо, причем персонально, по именам, должны были заранее поехать и посмотреть, куда они отправляются. Даже у детей. А не отправлять их слепую. И спасибо. Вот давайте с вами вместе этим займемся. Это очень серьезный вопрос. Глава региона попросил детского омбудсмена детально разобраться, почему было выбрано именно это учреждение для отдыха детей-сирот, с тем, чтобы в последующем ситуация не повторилась, и дети из Ненецкого округа отдыхали только в тех оздоровительных комплексах, которые отвечают всем необходимым требованиям. Также Галина Гуляева обратила внимание главы региона на одну из проблем, с которой сталкиваются семьи кочующих в тундре оленеводов. Буквально несколько дней назад детский омбудсмен побывала в стойбище Ненецкой общины ЕМПТО, где прошел главный праздник региона День оленя. Разговаривала с оленеводами и чумработницами, которые не всегда по объективным причинам могут подтвердить вовремя свои права на социальную поддержку. Как правило, все многодетные, у всех дети, то есть они получают ряд социальных пособий. И ряд этих пособий завязан на ежегодной перерегистрации. То есть получается, что вот этот оленевод должен с 1 января по 1 апреля обязательно доехать, например, в Амдерму, заявиться в МСАЦ с заявлением о том, что вот он на самом деле проживает в Ненецком округе, чтобы ему дальше начисляли вот эти вот пособия. Но мы же знаем, кто такие оленеводы. Оленеводы не всегда привязаны к пастбищам, и они привязаны к тем кочевям, где они могут пройти. Получается, что часть из них просто не могут приехать в этот период и перегистриваться. В результате социальная помощь приходит позже и только после процедуры перерегистрации. Галина Гуляева предложила свои варианты решения проблемы. Александр Цибульский, в свою очередь, обратил внимание на правовую оценку вопроса, которую необходимо обсудить с профильными специалистами.